В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в России опухоли лёгких трахи и бронхов составляют 10,1% и занимают третье место после злокачественных образований кожи с меланомой и молочной железы. Средний возраст заболевших 65 лет. В 27 случаях рака лёгкого он выявлен на первой и второй стадии, более 30% на третьей стадии. Среди пациентов, которым показано радикальное лечение, в 54,2 случаев проведено только хирургическое лечение, в 41,6 случаев комбинированное и комплексное лечение. До 37% анатомически резиктабельных пациентов считаются неоперабельными вследствие выраженных нарушений функции дыхания. Хроническая обструктивная болезнь лёгкого диагностируется у 50-70% больных раком лёгкого, приводит к прогрессирующим нарушениям механики дыхания, снижению уровня активности и толерантности к физической нагрузке. Больные Хоббл имеют многочисленные нелёгочные проявления, обусловленные системным эффектом хронического воспаления, дисфункцию периферических скелетных мышц, поражение эндотелия сосудов, развитие атеросклероза и изменение нутритивного статуса. Высокий индекс коморбидности по сердечно-сосудистым заболеваниям с сахарным диабетом больных раком лёгкого связан с ассоциированными факторами риска – возраст, курение, образ жизни, семейный анамнез. Коморбидность приводит к снижению функциональных резервов, повышению риска после операционных осложнений у потенциально резектабельных больных. В таблице представлены результаты исследования коморбидности больных раком лёгкого в нашем институте. Хоббл отмечено у 89,7% пациентов, ИБС – 35,4%, сахарный диабет – 28%. В нашем институте проводится переоперационное ведение коморбидных больных раком лёгкого, которое включает предоперационную подготовку с обучением диафрагмальному дыханию, методике откашливания, безопасным перемещением, упражнением раннего послеоперационного периода. Это одно-два занятия, которые проводятся при поступлении пациента в стационар на операцию. Далее проводятся ранняя активизация по протоколу ускоренного восстановления и профилактическая дыхательная гимнастика. При возникновении нарушений дренажной функции бронхов при атоликтазах проводится активная респираторная терапия, ингаляции с бронхолитиками, дозерной дыхательной тренировки с сопротивлением выдоху, с сопротивлением вдоху, в том числе с использованием различных устройств. Пациентам с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и послеоперационных кардиопульмональных осложнений активизация проводится под контролем пульса, давления, сатурации кислорода. Мы отметили высокую комплоентность к ранней активизации пациентов, которые прошли предоперационное обучение, даже такое короткое, как одно-два занятия, они лучше включались в реабилитацию, активно выполняли дыхательные упражнения, что особенно важно для пожилых коморбитных больных. Радикальные операции с удалением тканей легкого, медиастинальной лимфоденоктомией и химия-лучевая терапия значительно повышают риски развития кардиальных и респираторных осложнений у коморбитных больных. При планировании радикального лечения проведется тщательная оценка кардиальной системы. Основные показатели для предоперационной оценки дыхательных резервов – это объем форсированного выдоха в первую секунду и дифферсионная способность легких по оксиду углерода. Предполагаемые послеоперационные показатели вычисляются по формуле и позволяют оценить риски послеоперационных осложнениях. При значении менее 60% риск считается высоким, менее 30% – обязательно проведение кардиопульмонального нагрузочного теста с определением уровня максимального употребления кислорода. Для оценки функциональных резервов сердечно-сосудистой системы используются нагрузочные тесты. Пациентам с результатами теста с 6-минутной ходьбой менее 400 метров и лестничной пробой вене трех этажей рекомендовано проведение кардиопульмонального нагрузочного теста. По результатам комплексного обследования больного относят к группам высокого, умеренного и низкого риска послеоперационных осложнений. Предоперационная подготовка в виде информирования и обучения пациента, консультации психолога может быть адекватной для пациентов группы низкого риска. Для пациентов с умеренным и высоким риском при планировании неадивантной химиотерапии и послеоперационной химиотерапии реабилитационные мероприятия нужно начинать как можно раньше, с момента установления диагноза в процессе обследования. И здесь все чаще для таких системных мероприятий используется термин «преабилитация». Основные цели преабилитации коморбидных больных раком легкого. Первое. Оптимизировать физическое состояние пациента, стабилизировать сопутствующие заболевания для снижения послеоперационных осложнений у операбельных больных. И второе. Увеличить процент операбельных случаев путем улучшения физического статуса пациентов, изначально признанных неоперабельными вследствие кардиореспираторных нарушений. Медикаментозное лечение назначается по результатам обследования после консультации специалистов по профилю коморбидности. Режим и дозы корректируются с учетом физических тренировок. Методикам физической терапии у больных раком легкого посвящено большое количество исследований. По результату двух больших систематических обзоров одного метаанализа сделан вывод о том, что предоперационная подготовка, основанная на эробных тренировках средней и высокой интенсивности, безопасна, может улучшить функцию легких и функциональные резервы, снизить количество послеоперационных осложнений койко-день. Реабилитация в раннем послеоперационном периоде не имеет преимуществ перед ранней мобилизацией и стандартной респираторной терапией. Методики предоперационной подготовки, применяемые в разных исследованиях, очень отличаются, нет какого-то единого рецепта и должны варьироваться в зависимости от функционального статуса пациента и возможности того учреждения, где эта передоперационная подготовка проводится. Длительность от 4 недель 5 дней в неделю до 1 недели 2 раза в день. Проводится под наблюдением специалистов в стационаре, амбулаторной или в домашних условиях после обучения методики. Аэробные нагрузки дозируются либо от результата Тридмил теста, либо подсчитываются шаги с помощью шагомера и нагрузка дозируется по результату теста с 6-минутной ходьбой и по шкале БОРГ. Шкалы и тесты, применяемые при проведении предоперационной подготовки, основные это визуально-аналогая шкала, шкала БОРГ, одышки, эмерсии и тест с 6-минутной ходьбой. Для дыхательных тренировок используется обучение техники диафрагмального дыхания, управляемого откашливания, тренировка инспираторных мышц, в том числе с использованием специальных устройств, дыхательные тренировки с сопротивлением выдоху, мобилизация грудной клетки плечевых суставов, методы релаксации и самоконтроля. Несмотря на то, что нет убедительных доказательств преимущества применения побудительного спирометра в респираторной реабилитации, тем не менее он рекомендован для применения в комплексе с техниками глубокого дыхания, управляемого откашливания, ранней мобилизации и оптимальной аналгезии. Важно соблюдать дозировку и противопоказания к использованию этих устройств. Ключевым аргументом за использование таких устройств у наших больных, коморбидных и пожилых, именно слово «побудительный» и наличие биологической обратной связи. Предоперационная подготовка обязательно включает психотерапию, обучение самоконтролю и экономичным стратегиям, коррекцию нутритивной недостаточности, отказ от курения. В раннем послеоперационном периоде реабилитация проводится по протоколу ускоренной мобилизации и при наличии осложнений с учетом сердечно-легочной недостаточности под контролем сатурации пульса и артериального давления. Мультимодальная реабилитация на различных этапах лечения коморбидных больных раком легкого эффективна и безопасна. Необходимы дальнейшие исследования с целью разработки оптимальных программ для подгрупп пациентов с различным объемом операций, профилем коморбидности, функциональными резервами. Реабилитационные программы сопровождения лучевой химиотерапии у коморбидных больных требуют дальнейшего изучения. Спасибо за внимание.